Для жителей Арцаха, вернувшихся в свои дома после последней войны, стали привычными гуманитарная помощь и сопровождение паломников русскими солдатами к святым местам. Почти 10 месяцев российские миротворцы выполняют свою миссию по обеспечению безопасности в Нагорном Карабахе. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность накануне посещения паломниками древнего монастыря Амарас в Мартунинском районе Арцаха. Накануне богослужений на объектах монастырского комплекса, находящегося вблизи линии разграничения сторон, миротворцами были проведены мероприятия по контролю за соблюдением режима прекращения огня, а также по обеспечению безопасности передвижения автоколонны с паломниками по маршруту Степанакерт, монастыря Амарас и обратно. Всего было проверено более 20 объектов и порядка 5 гектаров территории, прилегающей к монастырю Амарас, на наличие подозрительных лиц и предметов. Сегодня проводилась комплексная тренировка по обеспечению безопасности гражданского населения на территории монастырского комплекса Амарас. Данные тренировки проходят регулярно, и личный состав повышает свои навыки для того, чтобы умело действовать в любой сложившейся ситуации. Слушай, было сдачу по обеспечению безопасности паломника. Первый, дальняя башня. Третий, угол башни у входа. Третий, находится здесь у БТР. На днях российские миротворцы обеспечили адресной гуманитарной помощью 20 многодетных семей в отдаленных селах Бердзорского, Лачинского района Карабаха. В рамках проведения гуманитарной акции российские миротворцы совершили 100 километров марша из Степанакерта в село Агавно и в город Лачин Бердзорского, Лачинского района и передали многодетным семьям кухонные и продуктовые наборы. Я здесь живу уже 11 лет с семьей. У меня три ребенка. Они все здесь родились. Очень любим наше село Агавно и не хотим никуда идти отсюда. Сегодня пришли наши батья русские, наверное, с подарками. Спасибо вам, что за нами стоите всегда, с нами. С любыми вопросами можем к вам обратиться. Спасибо вам большое. За текущую неделю офицеры Центра гуманитарного реагирования обеспечили гуманитарной помощью общим весом около 2,5 тонн более 300 человек, попавших в сложные жизненные ситуации. Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, миротворцы индивидуально подходят к проведению адресной помощи гражданам, проживающим вблизи линии соприкосновения. Жителям отдаленных районов регулярно выдаются предметы первой необходимости – одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяло, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения с 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий на Горном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Арцахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. За прошедший период существенных нарушений режима прекращения огня не отмечено. Отдельный инцидент урегулировался представителями российского миротворческого контингента на местах. С 23 июля обеспечено безопасное прохождение 18 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана, 12 колонн через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и 6 колонн по маршруту Шуша, Красный Базар, Каджар и обратно. 24 и 25 июля представителями российского миротворческого контингента обеспечено сопровождение 752 паломников в монастырь Амарас. 24 и 29 июля военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили адресной гуманитарной помощью людей с ограниченными возможностями и 20 многодетных семей в отдаленных селах. Всего за неделю более 300 человек получили гуманитарную помощь общим весом около 2,5 тонн. 26 июля военные врачи медицинского отряда специального назначения и офицеры Центра гуманитарного реагирования впервые приняли роды у местной жительницы в районной больнице города Мордокерт и оказали квалифицированную медицинскую помощь 52 жителям из отдаленных населенных пунктов. Кроме того, совершено три выезда рабочих групп Центра гуманитарного реагирования для обеспечения безопасности выполнения сельскохозяйственных и ремонтно-восстановительных работ в Мордокерском и Аскеранском районах. Российскими инженерно-саперными группами продолжается разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования за текущую неделю утилизировали на полигоне Баладжа более 300 единиц взрывоопасных предметов, обнаруженных при разминировании в отдаленных населенных пунктах Мачкалашен и Херхар Мартунинского района. На сегодняшний день проверено 1913 зданий, очищено более 662 километров дорог и свыше 2 219 гектаров территории. Обнаружено и уничтожено 25 767 взрывоопасных предметов. Выполнение российским миротворческим контингентом задач по поддержанию мира в регионе продолжается в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Благодарю за внимание.